В Чувашии могут ограничить посещение кафе, а также ввести QR-коды для гостиниц. Посвящение объектов общественного питания за исключением летних веранд и сезонных кафе осуществляют при наличии сертификата о полном курсе вакцинации либо документы, подтверждающие отрицательный ПЦР-тест. После ряда российских регионов новые антиковидные меры планируют применить и в нашей республике. Первый «Валдай» для речных прогулок по Волге прибыл в республику. Судно на подводных крыльях восстановит водное сообщение с Казанью. В планах разработать маршрут до Нижнего Новгорода. В Чуваксарах обновили почти треть троллейбусного парка. Более 35% экономии электроэнергии. Кроме этого, пассажировместимость 90-100 человек в зависимости от модификации. Электротранспорт на автономном ходу впервые добрался до микрорайона «Солнечный». Из кранов льется грязная вода, но и ту приходится дожидаться часами. Чем пахнет эта вода? Через трехуровневый барьер. Ну, пахнет как будто бы тухлые яйца. Вот. Жители Шимурши страдают от нехватки питьевой воды. Почему возникают перебои с водоснабжением и когда решится самый насущный вопрос? Аномальная жара не спадает. Изнуряющая погода уже привела к большому количеству трагедий на воде. Спасатели просят отдыхающих быть бдительными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова